Я могу сказать однозначно, такая реформа омерзительная, которую сейчас пытаются представители правительства Медведева провести, нам абсолютно не нужна. Первое, о чем нужно сказать, почему все было сделано в режиме тщательно законспирированной спецоперации по рейдерскому захвату Академии наук. Еще в четверг прошлый, на заседании правительства, где потом был поднят вопрос, его не было в повестке дня. Министра узнали за полчаса до начала заседания, и в спешном порядке было все сделано так, что никто не консультировался с общественностью. Тут же был в понедельник внесен законопроект с тем, чтобы попытаться в трех чтениях провести его за эту неделю. Если мы выступаем за реформу Академии, за то, что она использовала новые механизмы, привлекала новые веяния в мировой практике, почему не сделать это, как и планировалось, открытым обсуждением перенесения законопроекта на президентском совете по науке, который был запланирован на сентябрь. Нет, видимо, возобладали приоритеты наживы и алчности тех кругов в правительстве, которые хотят отдать этот лакомый кусок, а это триллионы рублей и огромная недвижимость, в руки своих лиц. То есть было принято решение о том, что будет создано спецагентство, Академия разгоняется, Академики получают формальный статус члемов якобы какого-то элитного клуба, им предлагают подачки, но вся собственность опять будет распоряжаться чиновниками. А кто эти чиновники? Мы уже знаем, как они эффективно работают, как эффективно запустили Сердюково в Министерство обороны. Вот по тем же лекалам хотят гигантский вот этот пирог, который, кстати, не был разграблен за предыдущие 20 потерянных лет, разворовать и растащить. Поэтому фракция нашей партии жестко выступила против этого. И когда мы узнали, что за неделю хотят провести все чтения, фактически, чтобы инвентаризовать всю собственность и отдать его своей группировке лиц, мы покинули зал заседания вчера в знак протеста и до конца сессии не будем присутствовать на заседании Государственной Думы. Более того, мы начали процедуру сбора подписей, и она уже у нас завершается по началу отставки правительства Медведева. И прошение о рассмотрении этого будет через некоторое время передано президенту Путину. Нам по закону нужны 90 подписей депутатов. Мы уже собрали свыше 90, к нам присоединилась фракция «Справедливая Россия», у нас будет свыше 100 подписей. И мы объявляем также широкий сбор подписей по всей стране с целью, значит, скорейшей отставки правительства Медведева, которое является правительством низкого по качеству министров, которые не знают даже, которые непрофессионально разбирают своих вопросов. Правительство, которое не решило ни один важный вопрос для страны. И с другой стороны, с точки зрения нашего государственного строительства, оно просто дискредитирует нашего президента, с которым мы надеемся на конструктивный подход в плане поднятия и развития страны.